Привет, Нелпер! В этом видео познакомимся с техникой лечения приобретенных аллергий с помощью нейролингвистического программирования. Это такой шаблон, это такой паттерн. Что такое приобретенная аллергия? Приобретенная аллергия это психосоматическая аллергия. То есть, когда у клиента нету действительной реакции на аллерген, а у него реакция такая психологическая, психосоматическая мы ее называем. То есть, что нужно для техники безопасности? Нужно провести тест медикаментозный, в клиниках проводят тест на аллергию. Поэтому ты должен убедиться, что это явная психосоматика. То есть, если у клиента отрицательный тест на действительный аллерген, то окей, будешь работать с этой техникой и все у тебя обязательно получится. Ну, опять же, а если это химическая на самом деле реакция, то здесь уже нужно работать с доктором и чтобы доктор назначал соответствующее лечение. Итак, поехали по технике. Первым делом, первым шагом, что мы делаем? Нам нужно определиться, выяснить у нашего клиента, на что у него аллергия. Ну, допустим, у него аллергия на кошачью шерсть. И он тебе об этом рассказывает. И тебе в этот момент времени нужно за ним внимательно понаблюдать. Потому что, когда человек рассказывает, он, скорее всего, рассказывает тебе ассоциированно. Тебе нужно понаблюдать за его реакциями. Обычно, когда клиент начинает рассказывать о своей аллергии и на что у него аллергия, он начинает немного ее чувствовать. Он начинает ее прям ощущать. Тебе нужно запомнить это его состояние. Это первый шаг. Определить аллерген и откалибровать состояние клиента. Второй шаг в этой технике нужно либо придумать, либо создать, либо выявить, выспросить у клиента, что для него является антиаллергеном. Например, это таблетка. Либо это антиаллергическая таблетка. Либо это что-то другое. Для многих людей, когда они испытывают психосоматическую аллергию, антиаллергеном очень часто является вода, помыть руки, протереть нос. Для кого-то просто свежий воздух. Но тебе очень важно задать ему вопрос и прояснить у него, что действительно для него является вот этой антиаллергенной таблеткой. Антиаллергеном, по большому счету. Когда ты проявляешь и выясняешь у него, что для него может быть антиаллергеном, твоя задача, когда он тебе рассказывает, откалибровать его состояние. Обычно человек это делает как? У него в опыте, если уже была аллергическая реакция на что-то, и он допустим выпивал таблетку, у него происходило очень быстрое облегчение. И в этот момент, когда он тебе рассказывает про антиаллерген, ты будешь тоже наблюдать у него вот это облегчение. И твоя задача в этот момент заикорить это облегчение. То есть, вторым шагом мы проясняем антиаллерген и третьим шагом мы якорим состояние облегчения, когда действует антиаллерген. Запомни, пожалуйста, куда ты поставил этот якорь и по возможности постарайся еще этот якорь усилить. То есть, отпустить и попробовать вспомнить что-то еще, что на него позитивно влияет, когда он испытывает аллергию, что дает ощущение облегчения. И еще раз заикори в это место. Тебе нужно обязательно, вот в этой технике, нужно очень четко найти вот этот якорь, создать антиаллерген. Это прям очень важно. Как проверить якорь? Просто опять начинаешь расспрашивать своего клиента про аллерген, то что вызывает у него аллергию. И включаешь якорь, дотрагиваешься до того места, где ты заикорил ему антиаллерген. И его состояние должно измениться, его состояние должно стать легким. Это третий шаг техники. И четвертым шагом этой техники тебе нужно помочь твоему клиенту создать контекст, где он защищен от раздражителя. Обычно люди помещают себя в некий купол стеклянный. Либо они себя помещают в некую такую изолированную стеклянную комнату, где есть очень много свежего воздуха. И нету возможности туда попасть аллерген. Ну допустим твой человек погрузил себя в некую такую комнату. Это вид сверху. Вот сидит твой клиент. Вот его нос. Вот его плечи. И условно говоря он сидит в таком вот куполе. Тебе нужно помочь ему. Это четвертый шаг. Создаем контекст, где невозможно добраться до него аллергену. То есть создаем безопасную среду. В этой безопасной среде очень важно, это уже мое дополнение, чтобы он понимал, что антиаллерген присутствует. Что это значит? Обычно в качестве антиаллергена человек либо выбирает какую-то таблетку. Ты уже якорил вот это состояние. Для кого-то это свежий воздух, для кого-то это вода. Ты определишь это уже с твоим клиентом. Прямо сюда можно поместить и душ, и можно поместить такую трубу со свежим воздухом. Пусть это будет, это техника безопасности. Пусть это будет в его пространстве. То есть как это в реале происходит? В реале ты сидишь рядом с твоим клиентом. Напоминаю, что на третьем шаге ты уже создал якорь антиаллергический. И тебе нужно находиться рядом с клиентом. И у тебя должна быть возможность воспроизвести этот якорь. И ты ему помогаешь. Давайте представим, что вы сейчас находитесь в такой-то комнате стеклянной, полностью изолированной, где нет возможности попасть сюда аллергену. Ну, к примеру, кошачьей шерсти. И он представляет, твоя задача калибровать клиента. И чтобы он демонстрировал тебе своим состоянием, что он в полной безопасности. Опять же напоминаю, здесь нужно хороший рапорт. То есть доверительное отношение с клиентом. И нужно иметь возможность воспроизвести якорь. Ты ему говоришь, представьте, пожалуйста, что вы находитесь в такой комнате. Она полностью защищена, она стеклянная. Вы видите, что там происходит впереди. И обязательно скажите, тут есть в невероятном огромном количестве, там, ваша таблетка, если он для него антиаллергеном является таблетка. Или огромное количество свежего воздуха, если для него является воздух антиаллергеном. Либо там душ с водой. И так далее, и так далее. Когда ты определил вот этот безопасный контекст, переходишь к следующему шагу. Следующий шаг пятый. Тебе нужно предложить своему клиенту вспомнить 3-4 случая в прошлом, когда он испытывал аллергическую реакцию. Ну, допустим, случай номер 1, случай номер 2 и случай номер 3. 1, 2, 3. Причем желательно, не обязательно, но желательно, если клиент помнит, чтобы он вспомнил свой самый первый случай. Просто обозначил. Просто у себя немножко в памяти покопошился. И приблизительно прикинул, какие у него были случаи, связанные с этой аллергией. И одновременно тебе нужно предложить ему еще представить 3 случая. 3 или 4. 3-4 случая этого достаточно. 1, 2, 3. В будущем, где он потенциально мог бы столкнуться с аллергеном в своей реальности. То есть, что происходит на данном этапе. На данном этапе твой клиент сидит в защищенном пространстве. И ты прямо ему помогаешь вспомнить на его временной линии. Сказать, что вот где-то слева будет первый случай, второй случай, третий. И вот в будущем, условно говоря, здесь происходит момент здесь и сейчас. Ты предлагаешь ему представить, где он потенциально может еще встретиться с аллергеном. Вот что сейчас происходит. На данном этапе все хорошо. Обязательно здесь нужно калибровать постоянно своего клиента. И дальше тебе нужно воспроизвести вот этот ресурсный якорь. Погрузить человека в это состояние, предложить ему вспомнить, как действует на него антиаллерген. Как ему становится хорошо, легко дышать, все прекрасно. И с этого момента, с этого шага ты постоянно удерживаешь этот ресурсный якорь. Вот в этой технике постоянно продолжаешь держать ресурсный якорь. Что нужно делать сейчас? Сейчас, удерживая ресурсный якорь, твоя задача научить твоего клиента диссоциации, то есть видеть себя со стороны. Удерживая этот ресурсный якорь, то есть этот ресурсный якорь не будет ему давать скатиться в аллергическую реакцию. И предлагаешь ему поочередно посмотреть на каждую ситуацию. Но диссоциированно. Напоминаю, диссоциированно это когда человек себя видит, как в кино. Видит себя со стороны. И вот он начинает вспоминать первый случай, но видит себя со стороны. Когда впервые в жизни он испытал эту аллергию, когда у него впервые в жизни случилась эта аллергическая реакция. Диссоциированно, глядя на себя со стороны. Он проглядел, если он действительно диссоциировался, если ты действительно четко установил якорь и он работает, то глядя на себя со стороны с ресурсным якорем, твой клиент не будет испытывать никакой аллергической реакции. Твоя задача в этот момент времени калибровать клиента. Если он просмотрел диссоциированно первую ситуацию и все окей, то переходим ко второй ситуации. Предлагаешь своему клиенту, продолжая удерживать якорь, проглядеть диссоциированно вторую ситуацию, которую он обозначил. И пусть он посмотрит, посмотрит на себя со стороны. Ты ему продолжаешь напоминать, что он находится в безопасном пространстве, что все в порядке. Что он в полной защищенности, что есть антиаллерген рядом, что ты держишь ресурсный якорь. Он глядит на вторую ситуацию со стороны. И тоже будет все в порядке. Дальше, когда все в порядке во втором случае, очень важно заставить человека проглядеть. Предлагаешь ему, продолжая удерживать ресурсный якорь, проглядеть третью ситуацию. Но пусть он продолжает видеть себя со стороны. Вот это воспоминание через диссоциацию, оно помогает убрать реакцию и переформатировать, по большому счету, свое восприятие себя во время аллергической реакции. То же самое, механика, да? Он проглядел, ты калибруешь, чтобы все было в порядке. Если вдруг, если вдруг случается пожар, если вдруг твой клиент начинает тебе говорить, что он начинает испыть, даже глядя на себя со стороны, он начинает испытывать аллергическую реакцию, твоя задача напоминать ему постоянно, что он находится в безопасном пространстве. Продолжаешь удерживать якорь, напоминаешь ему, что в этом пространстве есть огромное количество антиаллергена. То, что он выбрал в качестве антиаллергена. Либо таблетку, либо еще что-то. И, как правило, в этот момент человек вспоминает, вспоминает, что он находится в игре, вспоминает, что он находится в технике, что он находится в полностью защищенном пространстве и его начинает отпускать. Это нормально, если вдруг когда-то начнет подколбашивать. Что происходит дальше? Вот ты дошел, он проговорил и просмотрел диссоциировано все твои свои три ситуации. И ты предлагаешь таким же образом смотреть на ситуации в будущем. То есть, предлагаешь ему диссоциировано, предлагаешь ему посмотреть на себя в будущем, где он потенциально мог бы столкнуться с аллергией. Тоже диссоциировано, тоже глядя на себя со стороны. Он посмотрел, удерживаешь якорь, напоминаешь, что он в безопасном пространстве, все окей. И он должен просмотреть, и в принципе у него должно получиться, что все хорошо. Он не будет испытывать реакции. Опять же, если вдруг начинается пожар, если человек начинает испытывать реакцию, ты даже можешь ему предложить во время этой техники, а возьми, представь, как будто ты выпил эту таблетку. Или представь, как будто бы ты освежился. Это будет помогать. Но ты продолжаешь удерживать ресурсный якорь. Ну и то же самое. Предлагаешь ему диссоциировано посмотреть вторую картинку, где он потенциально может столкнуться с аллергией. И третью. Это все мы делаем на пятом шаге через диссоциацию. То есть, человек видит себя со стороны. Если мы прошли все вот эти шаги, и он видит себя со стороны, и удерживая этот якорь, он чувствует себя хорошо, мы переступаем к следующему шагу. Мы приступаем к следующему шагу и предлагаем, к шагу шестому техники, и предлагаем клиенту просмотреть все эти ситуации, продолжая удерживать якорь, но уже ассоциировано. То есть, мы уже ему показали диссоциировано, что здесь все в порядке, и теперь показываем ассоциировано. Ассоциировано значит, что человек как бы проживает, видит эту ситуацию у себя в голове своими глазами. Здесь та же самая механика. Ты продолжаешь удерживать якорь, продолжаешь ему напоминать, что он в безопасном пространстве, что есть антиаллерген, и пусть он просмотрит первую ситуацию, вторую, третью. Здесь твоя задача, опять же, калибровать, калибровать, чтобы с ним все было в порядке, чтобы аллергическая реакция не начиналась. Чтобы аллергическая реакция не начиналась. Если вдруг она начинается, ты знаешь, что делать. Обращаемся к антиаллергену, и можно попробовать поставить еще второй якорь, если ты что-то нащупал, какую-то ассоциацию, которая помогает. И он просмотрел три ситуации в прошлом, уже ассоциировано, и он просмотрел три ситуации в будущем, уже ассоциировано. Вы на верном пути. Он будет чувствовать себя хорошо. На седьмом шаге также очень важно напоминать, когда он просматривает эти все ситуации ассоциировано, также очень важно человеку напоминать словесно, напоминать ему и говорить о том, что он может наслаждаться этой ситуацией, и не испытывать никаких неприятных ощущений. То есть, напоминайте ему, что он чувствует сейчас себя хорошо, продолжая удерживать якорь. Дальше. Когда вы завершили эту работу, ты уже можешь отпустить якорь, напоминать, что вы находитесь в этой ситуации, в безопасном пространстве, и сейчас ты ему предложи проделать небольшую проверку. Как это делается проверка? Ты ему предлагаешь представить, что, допустим, если у него была аллергия на кошачью шерсть, ты можешь его попросить представить, что как будто в этом его защитном куполе есть вот такие двери, раздвигающиеся, раздвигающиеся, и уже отпускаешь якорь и просто говоришь ему, давайте представим, что вот там вот гуляет кошка. Сейчас всё безопасно, двери закрыты, всё хорошо, никакая шерсть сюда попасть не может. Но ты ему предлагаешь уже после всего проделанного на какое-то время открыть двери и смотришь за ним. Открываешь двери и смотришь за клиентом. Если клиент чувствует себя хорошо, то можно попробовать пойти туда, в то пространство, где присутствует кошка. Если он идёт в то пространство и всё хорошо, то значит хорошо. Значит ты проделал технику круто, а ты большой молодец. Но если же при открытии дверей клиент начинает испытывать аллергическую реакцию, твоя задача закрыть эти двери, ну помочь ему закрыть эти двери, воспроизвести снова якорь и предложить ему употребить антиаллерген. Потом, когда ему станет легче после антиаллергена, предлагаешь ещё раз открыть двери, ну удерживая якорь, он смотрит, калибруешь его. Если всё хорошо, то предлагаешь ему мысленно вместе с этим якорем выйти к этой кошке. Как правило, он будет чувствовать себя прекрасно и предлагаешь ему там погладить её или побыть рядышком, продолжая удерживать якорь. Затем возвращаешься обратно и уже предлагаешь ему проделать это всё без якоря и без антиаллергена. И как правило, уже на этих шагах всё становится достаточно хорошо и всё у человека в порядке и он уже не испытывает вот этой аллергической реакции. Подведём итог. Что нужно сделать? Шаг первый. Определить аллерген. Шаг второй. Определить антиаллерген и определить кинестетику человека. Заякорить. Это уже третьим шагом. Мы якорим реакцию на антиаллерген. Реакцию облегчения. Четвёртым шагом помещаем человека в безопасное пространство. Когда человек в безопасном пространстве, добавляем сюда антиаллерген. Всё отлично. Шагом пятым. Мы предлагаем человеку вспомнить три случая, когда у него была аллергия и три случая, когда у него может быть аллергия. Шагом шестым. Мы диссоциировано проводим человека через все эти ситуации. Удерживая якорь и напоминая о том, что он в безопасном пространстве. Удерживая якорь и параллельно напоминая, что есть антиаллерген. Шагом седьмым. Мы предлагаем человеку уже ассоциировано пройти через все эти ситуации. Шагом восьмым. Мы предлагаем человеку приоткрыть дверцу. Представить, что там есть аллерген. И проверить, как на самом деле он себя чувствует. Ну и шагом девятым. Мы даем человеку возможность полностью выйти туда и посмотреть свою реакцию. Если все окей, то все окей. Если все не окей, то мы возвращаемся в это безопасное пространство и проделываем. Технику проделывать можно много-много раз. Обычно она помогает с первого раза. Если тебе с первого раза удалось заикарить ресурсное состояние. И если тебе с первого раза научилось человека представлять себя диссоциированно. Жду твоих комментариев. Это очень крутая, бомбическая техника. Она реально работает. Ставь лайк, задавай вопросы и напиши в комментариях, какие еще техники ты хочешь видеть на моем канале. С тобой был Юрий Кузыревский. Пока-пока. После драки кулаками не машет. Важный момент. У многих может возникнуть вопрос, а можно ли проделать эту технику самостоятельно. Да, эту технику можно проделать самостоятельно, если ты уловил весь смысл. Но простая рекомендация. Если будешь делать эту технику самостоятельно, имей у себя под рукой свой настоящий антиаллерген. То есть, если ты употребляешь какие-то таблетки для преодоления аллергии, пусть они у тебя будут под рукой. Потому что ты, когда будешь делать эту технику сам с собой, ты можешь вызвать у себя аллергическую реакцию. Ну, зачем тебе эти мучения? Просто имей под рукой тот настоящий антиаллерген, который в твоем случае работает. А так, технику вполне себе можно проработать с помощью самостоятельной проработки. Но лучше всегда работать с оператором. Это будет быстрее. Это будет намного быстрее. Теперь точно пока-пока.